Здравствуйте! В эфире канала Россия, итоговая информационная программа «События недели». 1 сентября глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню Знаний в ауле Гюрюль-Деюк. Здесь в новом учебном году распахнул свои двери для 112 учеников новый образовательный комплекс в формате «Школа плюс детский сад». Подробности смотрите далее. Современная двухэтажная школа построена на месте ветхого маленького здания старой. Если раньше дети учились в две смены на 450 квадратных метрах, то сегодня общая площадь новенького здания составляет около 4000 квадратных метров и все учатся в одну смену. В просторную и комфортную школу на 165 ученических мест сегодня пошли 11 первоклашек. Впервые торжественным поднятием флагов России Карачаева Черкесии началось праздничное мероприятие. Со школьным новосельем, приуроченным к 100-летию республики, собравшихся поздравил глава региона Рашид Тимрезов. Мы отмечаем День знаний в новой, красивой, инновационной и оснащенной школе с современным оборудованием. Скажу вам честно, такой школе позавидовал бы, наверное, любой бы и городской школьник. И, как сказал наш президент, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, равное качественное образование для всех. Именно такую цель наш президент и ставит перед всеми органами власти. Поэтому обеспечение доступности образовательных услуг, создания условий для качественного образования. Воспитание и развитие детей – это одна из первостепенных задач, которая стоит как перед органами государственной власти нашей страны, так и перед всей Карачаево-Черкесской республикой. Пусть ваш путь в мир знаний будет легким и интересным. Хочу пожелать вам больших побед и успехов в учебе и на пути взросления. С особым трепетом ждали открытия новой школы и родители учащихся, которые выразили искренние слова благодарности. Становится лучше и наряднее наша Карачаева-Черкесия. А самое главное, для детей создаются прекрасные условия для их умственного, физического и эстетического развития. Огромное спасибо еще раз от всех благодарных жителей нашего аула. Главное событие праздничного дня – это первый звонок. Заливистый его перезвон напомнил всем, что пора в школу за парты. Глава республики Рашид Тимрезов ознакомился с условиями, в которых учатся школьники и воспитанники детского сада. Для детей и учителей здесь созданы прекрасные условия для качественного образовательного процесса. Просторные классы, оснащенные новейшим инновационным оборудованием, вместительные актовый зал, столовая и спортзал. На территории школы построена современная уличная спортплощадка с двумя полями, а также детские игровые площадки для воспитанников детского сада, которые посещают около 40 дошколят. В этой школе созданы все условия со всеми стандартами, которые требует наша образовательная система. Наши дети будут учиться в одну смену, что это очень хорошо, благоприятно. В старой школе мы занимались две смены, было очень неудобно. И перемены были коротенькие такие, которые не соответствовали санитарным нормам и правилам. Но на данный момент мы имеем уже совсем другие условия. Это одна из лучших школ нашей республики. Первое сентября – особый волнующий праздник для тех, кто впервые переступит школьный порог и для тех, кто сделает очередной шаг под длинной, но такой интересной, полное открытие школьной дороги. Ко всем напутствиям и поздравлениям в адрес учащихся и педагогов присоединяется и наша съемочная группа. Мурат Женкёзов, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Гюрюль Деук. Еще одно новоселье справили на этой неделе. Глава Карачаева, Черкесии Рашид Тимрезов посетил новое здание социального пансионата для людей старшего поколения и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Постояльцы уже обживают новое здание. Насколько изменилась их жизнь? Устраивает ли их условия? Лично убедился в этом глава. Альбина Ламкова продолжит тему. Очень хорошие люди. Просто, ну, они не только вот что-то свою работу делают. Они вникают, как-то спрашивают, считаются с нами. Кормят здесь отлично. Постоянно, каждый день мясо, овощи, фрукты. Просто, чистота, условия все. Лёва Закараева живет в пансионате 7 лет. Поступила сюда в тяжелом состоянии. Практически не ходила и не говорила. Рассказывает медсестра Мадина обитого. Она встала на ноги. Мы ей помогли с потерей сына. Психологическая травма была у неё очень такая серьёзная. Вот за 7 лет вот она в себя пришла. Позитивные изменения в здоровье, пожалуй, самая главная цель опытного квалифицированного персонала. А условия пребывания постояльцев только усиливают этот эффект. Для нового пятиэтажного здания социального объекта на 122 места разработана интересная архитектура, напоминающая современный дом отдыха с благоустроенной территорией и уличной спортплощадкой. На сегодняшний день здесь проживает 54 человека. Надо отметить, что наряду с постоянным пребыванием теперь внедрены и другие новые формы работы. Так действует услуга «Семейный помощник». Она предусматривает временное пребывание в пансионате граждан пожилого возраста и тех, кто нуждается в постоянном уходе от двух недель до трёх месяцев. Также на базе учреждения открыт первый в республике пункт проката технических средств реабилитации. Обеспечивается у нас и уход, и питание, и досмотр. Это индовременно. Уже семья здесь. Постояльцы с большим удовольствием рассказали гостям об условиях проживания в новом пансионате. Конечно же, в здании царит неподдельно тёплая и дружелюбная атмосфера. Глава региона поздравил всех с новосельем. Это знаковый подарок в год столетия республики. На первом этаже расположены просторные актовые и обеденные залы. Какое? Хорошо. А мы вас приносим обязательно, чтобы вы с нами чай попили, обедали. Были и те постояльцы, которые по состоянию здоровья не могли спуститься. Их глава республики навестил в палате. Но условия лучше здесь? Ну, пока хорошо лучше. Хорошего отдыха тогда? Да. Теперь хорошего здоровья вам. Пансионат оснащён необходимой техникой и мебелью. На каждом этаже имеются медицинские посты, столовые и буфеты. В свободное время постояльцы любят смотреть телевизор. Какие-нибудь песни, что-нибудь такое, природа. Вот больше этого. Современный дизайн, комфортные условия, спокойная атмосфера – всё это располагает людей. А реабилитационные и медицинские услуги, предоставляемые социальным пансионатом, дают постояльцам облегчение и уверенность в завтрашнем дне. В республиканской прокуратуре прошёл круглый стол, посвящённый вопросам исполнения антикоррупционного законодательства. В его работе приняли участие представители Народного фронта, Общественной палаты и Управление главы республики по вопросам противодействия коррупции. С начала года прокурорами выявлено почти две с половиной тысячи нарушений. В целях их устранения внесено 900 представлений и протестов. В суды направлено 55 исков. Около 400 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. По материалам прокурорских проверок возбуждено шесть уголовных коррупционных дел. Факты коррупции выявлены и в республиканских подразделениях федеральных органов исполнительной власти. Среди них 125 преступлений, 33 из них по фактам взяточничества. К административной ответственности привлечены 14 чиновников различного уровня. Участники круглого стола рассмотрели актуальные аспекты практики противодействия коррупции и определили меры, способствующие повышения эффективности работы в сфере противодействия коррупции. Активизация работы органов правоохранной объясняется в том числе принятыми прокуратурой республики дополнительными мерами координационного характера. По уголовным делам принимаются меры, направленные на возмещение ущебра, причиненного преступлением. Вот, например, за первое полугодие ущерб, причиненного преступлением, обществу и государству по всем оконченным делам составил 170 миллионов рублей. По всем приняты обеспечительные меры. Вопросы противодействия коррупции, защиты граждан от коррупционных проявлений регулярно рассматриваются на заседаниях постоянно действующих межведомственных рабочих групп. Так, за первое полугодие прошлого года было проведено 22 заседания. По их итогам выработаны и в настоящее время реализуются дополнительные мероприятия по повышению эффективности работы органов правоохранной республики. Сейчас реклама, после продолжим. Атовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест, постельные принадлежности, полотенца и многое другое. Скидка 30% на все. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321-Б. Телефон 8-938-030-30-50. Девчонки, шубы из норки в рассрочку на три года без первого взноса и переплат от Снежки приехали в Черкесск только с 1 по 4 сентября. Центр развития предпринимательства «Горького 8». Огромный выбор новых моделей. И по секрету, меховой жилет в подарок. Уважаемые представители рода Бастановых, готовится к выпуску книга Бастановы. Для генеалогического древа необходимо собрать полную достоверную информацию об этой фамилии. Просьба предоставить сведения о родственниках, очерки, фотографии, относящиеся к роду Бастановых. Обращаться по адресу Черкесск, улица Кавказская, 19, офис 302. Телефон 8-928-030-96-60. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Войная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Армия. Есть основа жизнедеятельности. Школа мужества, как говорится, способствует самостоятельности человека. Контрактники – это профессионалы, мужественные и с честью, выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Телефон для справок. Оперативно-дежурный. 8-878-2-26-36-32. Мы продолжаем серию рассказов о восхождении на перевалы Морухский и Холега к местам боевой славы. Для многих героев снежные перевалы Кавказа стали последним пристанищем. Они так и остались лежать на заоблачных вершинах в снежных могилах. С высоты Кавказских гор. Репортаж Фатимы Дауровой. В 6 утра в горах еще прохладно. Солнце только выглядывает из-за пиков вершин. А группа восхождения уже вышла на маршрут. Перед ней стоят две цели. Одна часть должна пройти к озеру Холега и дальше на сам перевал. А другая направляется к обелиску на соседний Морухский. По прогнозам инструкторов, путь должен занять 5-7 часов. Дорога открывает удивительные красоты, пейзажи и виды, которые никого не оставляют равнодушным. В прозрачную тишину горного воздуха пробивается только шум реки, вырканье лошадей, коих здесь немало, они тут целыми табунами, и местами оглушительный рев водопадов. Под палящим горным солнцем до сих пор держат оборону остатки лавин и ледников. В страшной лихолетии Великой Отечественной войны снежный покров здесь достигал до трех метров. Спрятаться от стужи было негде. Войцы сооружали из камней укрытие, а крышей служила плащ-палатка, вместо матраца был лед. Мороз все крепчал, застывали пулеметы, а с ними и люди. Сложно сейчас представить, через какие испытания прошли солдаты советской армии, чтобы сегодня октябрёнок Максим Костарокожев смог свободно подняться на перевал с маленькой копией главного символа большой страны – красным знаменем. Я дошёл до озера, шёл на первом дыхании, а потом как-то под конец вспомнил про воду, про кушать, про еду вспомнил, сразу включилось как-то через второе дыхание, третье дыхание и пошёл быстро в лагерь. Максим не заблудился на трудном маршруте. Вместе с ровесниками, другими ребятами он шёл наравне со взрослыми. Шаг за шагом, огибая камни на пути, он шёл к цели, пока взгляду юного туриста не открылась блестящая гладь озера Холега с кристально чистой ледниковой водой. Возле этого озера у немцев стояла бугельная канатная дорога, по которой они поднимали грузы и вооружение на перевал оборонный. 28 августа 1942 года здесь почти полностью погиб батальон капитана Василия Рухадзе. Более 450 советских солдат сложили головы в этом бою. Некоторые из них попали в плен. Позже 12 из них гитлеровцы расстреляли на берегу горного озера. В 2019 году водолазы экспедиции «Неизвестный Кавказ» нашли на 6-метровой глубине многочисленные артефакты Великой Отечественной войны. В это же время группа, совершавшая параллельное восхождение на Морухский перевал, тоже добралась до назначенного места. Поставленные задачи были выполнены. Два перевала покорены. У обелисков участники восхождения провели митинги памяти советских солдат, которые остались здесь, закованными в ледники. Сейчас, когда нацизм пытается возродиться на стражу спокойствия и мира, встали потомки тех, кто воевал за победу. Особую актуальность и значимость эта работа приобретает в свете происходящих событий в братской Украине, где пришло к власти поколение, выросшее при полном отсутствии патриотического воспитания на основе ложных ценностей и ложном изложении исторических фактов. Это поколение, предавшее забвению бессмертную память своих дедов, отцов. Это третье по счету восхождение данной группы к местам боевой славы. И в каждом из них принимал участие самый старший участник группы Николай Константинович Шолухов. В далеком 61-м году он был в команде тех, кто запустил в космос первого человека Юрия Гагарина. И с тех пор не угасло желание покорять вершины. Четыре года назад мы были на Морозском перевале. Вот я бы как бы покорил этот Морозский перевал. В этом году по возрастному ограничению, так сказать, мы прошли больше половины расстояния и вернулись, так сказать, в бодром здравии. И цель каждого рывка в горы – не оставить в забвении ни одного погибшего воина, а дать дань благодарности за героический подвиг живым ветеранам войны и трудового фронта. Всем тем, кто возрождал страну из руин. У каждого человека есть место, где он вырос и жил. Есть воспоминания о родном крае. Но как бы далеко не уехал от родного дома и сколько бы времени не прошло, воспоминания о родных местах навсегда сохраняются в памяти человека. И сегодня гость нашей программы – народная и заслуженная артистка Карачаева Черкесии Марина Соболева. Хоть она и переехала в столицу нашей родины, но никогда не забывает о своей малой родине. И свой отпуск проводит именно здесь, в Карачаевой Черкесии. Слово Светлане Шагановой. Доброе утро, уважаемые телезрители. С удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью, заслуженную артистку Карачаева Черкесии Марину Соболеву. Доброе утро, Марина. Народную артистку Карачаева Черкесии. Ну надо же, забыла, подзабыла. Марин, ну я вот представила нашу гостью. Ну как-то тебя назвать гостей, ну не совсем гостья, ты приехала домой, на свою родину. Это точно. Марин, скажи, пожалуйста, вот все же что стало причиной твоего переезда в столицу? Может быть, ты хотела как-то... Да, такой вопрос мне не задавали. Ну вот сегодня такой от меня вопрос, такой каверзный, да. Ну на мой взгляд, наверное, многие творческие люди хотят, наверное, больше реализовать свои способности. На удивление, Светлана, совершенно не так было. Я уже достигла всего, чего я хотела здесь, получается. Мне казалось, что я самая высокооплачиваемая певица, все у меня хорошо, такие заработки. И что еще не хватает для жизни? Заработки в Карачаево-Черкесии? Да, да, все хорошо. Все меня уже знают. Я тогда заслуженной артисткой была, когда уехала 17 лет назад. И все было прекрасно. Но тут я повстречала принца своего любимого. И из-за него именно я и решила уехать. Хотя так бы никогда не бросила свою любимую вот эту родину, которую аж дрожу от счастья, когда вижу наши национальные танцы, сама пою национальные песни. И там я считала, что вообще смысл жизни – это любовь. Ну, уехала, а по любви-то у меня не получилось на самом деле. Вот в чем дело. Ну, кстати, девушки же, все девушки, можно сказать, практически все мечтают об этом. Принцы, да, еще на белом коне. Ну, я не знаю, твой был на коне, либо не на коне. Был на коне вроде бы, все так замечательно. Я все сумки свои собрала, одеяло, подушки. Ну, это я так образно говорю, с большими сумками. Приехала в Москву, ну, и думаю, замуж выйду. Это я, это секретная информация называется, которую я сейчас озвучиваю, как передача на миллион. Вот, и что, приезжаю, он, этот мужчина, попросил руки у моих родителей, все, чин-чином, приезжаю. Недолго я радовалась, он мне говорит, я раздваиваюсь. Я думаю, как это, раздваиваюсь? Ну, в общем, оказалось, что у него жена была, представляете? Это кошмар. Обычный, да, обычный сценарий. Да, да, да. И в итоге, я так подумала, да, вернуться, это значит, скажут, ага, у Соболевой ничего не получилось там, она поэтому вернулась. Я решила остаться. Ну, сейчас я, в принципе, довольна тем, что осталось из-за того, что у меня появилось очень много друзей, репертуар обогатился. Сейчас уже, кстати, пандемия мне помогла в том, чтобы я пела академической манерой, которую я обычно от себя отторгала. А теперь мне нравится, я ее компоную с эстрадной манерой и осовремениваю вот эти произведения аранжировкой. И, естественно, исполнение немножко меняется. Так что интересно мне там жить. У меня очень насыщенная жизнь. Каждый день я могу куда-либо пойти, но себя оберегаю для того, чтобы не перегореть, а то слишком много культпоходов тоже дают не очень хорошие плоды. Надо же заниматься голосом. Вы извините, что я сейчас осипшая. Вот я приехала, очевидно, акклиматизация, и даже голос потеряла. Марин, ну вот ты все же не опустила рук, да, в столице. Вот многие творческие люди, да, певцы уезжают с надеждой в Москву, да. Но потом все же возвращаются, и такой осадок у них, что вот ничего не вышло, ничего не получилось. Все-таки ты как-то, наверное, шла на пролом, да, вот добивалась своей цели и осталась там. Не каждый может остаться в Москве, потому что действительно тяжело. Для тех, которые люди приезжают, это вообще все новое. Во-первых, я на квартире сначала жила, имея здесь частный дом и квартиру трехкомнатную. И представляете, мне психологически, конечно, было тяжело, чтобы какому-то там дяде или тете платить. Но зато в каких, я в разных местах жила, все уголочки Москвы, получается, изучила. Тоже есть своя прелесть, да, и знакомства новые. Да, эту тяжесть я как бы даже и не замечала из-за того, что было все интересно. Но тяжело было в том, что я скучала по нашей родине, по нашему климату. Вообще невозможно скучаешь. Да, в Москве-то солнца нет. Ой, это просто трагедия, если честно. И по родителям скучала. Поэтому я каждые два-три месяца вынуждена была сюда ездить. И у меня ощущение было, что я, в принципе, там не живу. Единственное, когда я забрала маму, она очень сильно болела, туда, в Москву, и вот около четырех лет я вынуждена была от нее вообще не отходить. Здесь практически каждая минута была под контролем всегда. И я не смогла выбраться вот за эти четыре года сюда, в Карачаево-Черкесию. Но в прошлом году я уже приезжала. И в этом году тоже. Ну, к сожалению, мама просто уже ушла из жизни. Ну, каждый отпуск ты проводишь на родине, да? Вот как и в этом году приехала в Карачаево-Черкесию отдыхать. Да я уже не могу без этого, чтобы... Все равно родина тянет. Да, хоть мне, наверное, придется дом продать и вот на набережной улице. Кстати, я маму перевозила с набережной на набережную. Она так радовалась. Я там квартиру купила двухкомнатную, правда. Была трехкомнатная. Ну, ладно. В общем, она радовалась, что она именно туда переехала. У нас красивые места. Клязьминское водохранилище рядом. Я на колясочке ее возила каждый день гулять. Марина, давай вернемся к твоему творчеству. Наверное, вот это новый этап был в твоей жизни, да? Наверное, новая страница в Москве. Но я вот заметила, что ты все-таки не забыла о своей профессии, да? Все-таки ты педагог. Да. И сейчас, да, и сейчас именно работаешь с детками. Расскажи. Детки у меня действительно замечательные. Разновозрастные. Ну, как? Значит, с первого по четвертый класс у меня младшая группа. И называется она «Веселые ребята». Ну, действительно, ребятки веселые. Ну, и седьмого по одиннадцатый класс – это уже старшая группа «Патриоты». Это я так сама назвала, когда меня спросили в школе, в общеобразовательной школе, не музыкальной. Как назовете свои группы? У меня как-то вот эти названия сразу возникли, и уже восемь лет. Занимаешься с детьми. Занимаюсь с вокалом, занимаюсь с ними, музыку преподаю с первого по седьмой класс. Обычную музыку в общеобразовательной школе. Раньше это было пение, да? Пение называли, да. Но сейчас же мы не только поем, а очень-очень много различных тем, уроки интересные. Ребятам нравится. Я их люблю очень, этих ребят. Всех-всех-всех люблю. И когда прихожу, они мне воодушевление на весь день дают. Сразу кричат «Марина Александровна!» Коридор такой длинный. Не бегут как. Ой, ну прелесть. Ну, конечно же, не только им уделяю внимание, а себе тоже. У меня настолько богатый репертуар, разноплановый. Сейчас у меня около 50 песен запланировано, чтобы я записала. И народные, и какие-то восточного плана. Эстрадно-народные, попсово-народные. Ну, естественно, академические тоже, получается, я компоную и народные, и эстрадные, и академические в одной песне. Ну, вот так. Микс такой, да? Да, ну, просто называется скучно жить, если все однообразно будет. Если я это могу, почему не сделать? Марин, ну, помимо педагогической деятельности, ты как бы выступаешь на разных концертных площадках Москвы. Да, и представляю нашу любимую республику, Карачаево-Черкесию. Мы заметили по твоей странице в Инстаграм, да, и ты. Вот мне нравится, что ты вот находишься в Москве и поешь песни о нашей родной Карачаево-Черкесии. Так приятно. Да, спасибо. Я стараюсь, очень стараюсь, потому что, ну, любовь, любовь к своей малой родине, это неотъемлемая моя частичка, моей души. И поэтому зрителям желаю здоровья, хорошего настроения, чтобы вы счастливы были в личной жизни, чтобы я всегда видела ваши радостные лица. Спасибо, Мариночка. Ты знаешь, вот говорят, слово лечит, наверное, и слово лечит, и песня лечит. Пусть твои песни только радуют людей. Я говорю, собирайте счастье, собирайте, как цветы, из рассветов этих ясных и закатов золотых. Собирайте счастье, как цветы, посмотрите, сколько его много. Да, просто улыбайтесь чаще вы, и забудет к вам печаль дорогу. Просто улыбайтесь чаще вы, и забудет к вам печаль дорогу. Спасибо, Марин. Да, действительно, нужно чаще улыбаться, дарить людям радость, дарить позитив. Вот знаешь, от тебя просто вот веет этим позитивом. Ты сегодня вот нас так одарила, и мы заряд бодрости получили на весь день. Уважаемые телезрители, ну а мы с Мариной желаем вам, конечно, конечно, улыбаться. Будьте здоровы, будьте счастливы. Всего вам самого наилучшего. Всего доброго. 15 всадников в честь 100-летия Карачаева Черкесии и 15-летия Ногайского района совершили конный переход протяженностью 100 километров и прибыли в аул Иконхалк на всероссийский Сабантое-2022, который не одно десятилетие проводится в нашей республике, и даже жара не стала препятствием для проведения спортивной части мероприятия. Сабантое, репортаж Алла Динаевой. Зародившийся в глубине веков истинно народный, радостный и традиционный праздник Сабантое встречал с утра гостей в ауле Иконхалк Ногайского района. От имени главы республики и правительства, жителей и гостей поприветствовал заместитель председателя правительства Дженебек Суюнов. Юбилейный 40-й праздник Сабантое прошел в рамках празднования столетия Крачева-Черкесии и в год 15-летия образования Ногайского муниципального района. От имени спикера парламента и депутатского корпуса к собравшимся обратился заместитель председателя народного собрания Дагир Смаккуев. Очень хороший район. Так как этот праздник посвящен сельскому хозяйству, я имею отношение к сельскому хозяйству. Я знаю, что здесь народ очень трудолюбивый. Одни из самых успешных фермеров находятся именно в Ногайском районе. Ногайцы сегодня используют самые передовые технологии, получают самые высокие урожаи. Я вас еще раз поздравляю и желаю, чтобы ваша благодатная земля дала столько много урожая, чтобы весь Ногайский район процветал и жил в достатке. Чтобы одна только проблема была, с кем бы поделиться. Счастья вам! Поздравить с юбилеем республики и всенародным праздником приехали гости из Астрахания, Крыма, Дагестана, Чеченской республики и Ставропольского края. И мы хотим вам пожелать, чтобы все ваши бревни традиции соблюдались сегодня, которые были направлены на воспитание подрастающего молодого ногайского народа. Председатель высшего совета Федеральной национально-культурной автономии Ногайцев России Валерий Казаков говорит, что это первый на федеральном уровне в Синогайске с Абантой. А следующий пройдет... Республики Дагестан, это будет, значит, второй будет федеральный Сабантой. Чечне будет проходить. Там региональная национально-культурная автономия будет ее проводить. Потом, значит, Ставропольский край, Астраханский область, Крым. Вот так. То есть через шесть лет вернется Сабантой снова сюда, в Крачево-Черкесию. Песни и танцы дарили артисты, собравшимся на Сабантой. Можно было здесь посмотреть и работы народных умельцев, а тем временем шла регистрация для желающих участвовать в различных спортивных состязаниях. Именно этот камень весом более 80 килограммов уже в 33-й раз используют для испытания силачей. Кто пронесет его дальше, тот и победитель. В нос левее всех оказался Роман Джентимиров из аула Адильхалк. 190 метров я пронес. Но я не ожидал, что я буду первым. Я думал, где-то вот шестой, пятый. Ну, так получилось, что я выиграл. Для местных таких силачей это скромный результат. А ближе к вечеру начался розыгрыш лотереи, которая является традиционным на Сабантое. Солнце садилось, но никто не расходился. Место, где оживают культура и традиции, ежегодный народный праздник Сабантой завершается. Но впечатления останутся надолго, и этот день войдет в историю, как день проведения юбилейного праздника Сабантой. И в этом году он прошел на всероссийском уровне. Аладинаев Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Ногайский район. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Впервые в СКФО. Международная выставка Минводы Агрос 14 по 16 сентября. Приглашаем всех аграриев Северного Кавказа. На одной площадке более 150 производителей и поставщиков. Десятки образцов сельхозтехники, агрохимия, ветпрепараты, корма. Выставочный центр Минводы Экспо. 14 и 16 сентября. Получите бесплатный билет на выставку на Минводы Агро.рф. 12+. Девчонки, шубы из норки в рассрочку на 3 года без первого взноса и переплат от Снежки приехали в Черкес. Только с 1 по 4 сентября. Центр развития предпринимательства. Горького 8. Огромный выбор новых моделей. И по секрету, меховой жилет – подарок. Уважаемые представители рода Бастановых. Готовится к выпуску книга Бастановы. Для генеалогического древа необходимо собрать полную достоверную информацию об этой фамилии. Просьба предоставить сведения о родственниках, очерки, фотографии, относящиеся к роду Бастановых. Обращаться по адресу Черкеск, улица Кавказская, 19, офис 302. Телефон 8-928-030-96-60. Без налогов нет государства. Именно от налогов зависит вся жизнедеятельность страны. Качество исполнения обязанностей государства, в том числе перед своими гражданами, напрямую зависит от своевременно уплаченных нами налогов. Сделать свой вклад в развитие страны просто. Начни с уплаты налогов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова